И всем привет, ребят! С вами Сарвангель, и сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. Сегодня у нас на обзоре пушка Twins. Та самая пушка, которая подверглась изменениям в балансе. Именно устройство тяжелый плазмомет. И сегодня вместе с вами мы его протестируем. Я давно это хотел сделать, давно хотел затестить, посмотреть. Но если вам понравятся вообще в принципе видосы игровой тематики, то обязательно забывайте поддерживать видос лайком. Поэтому мы переодеваемся. По корпусу я подумал, что сегодня будет интересно посмотреть на то, что покажет тяжелый Twins непосредственно с тяжелым плазмометом на паладине. Ну и по дрону у нас будет сегодня, конечно же, бустер на кризисе. Мы, если и играем, то играем крайне редко. В чем же суть, в чем главная фишка нерфа? Сегодня я думаю, что две каточки точно сыграем. Контроль точек и еще какой-нибудь режим. Главная сущность нерфа это то, что у нас замедлили шарики на 10%. То есть с полетом шаров зависит и по сути урон. То есть если у нас шары летят медленнее, то и урона вы в секунду будете наносить меньше. Ну и сама эффективность этой пушки уже будет не такая жесткая. Посмотрим, насколько жестко это поменялось. Вчера я на стриме тоже попробовал покатал. Мне не очень зашло и я реально чувствую, что шары летят медленнее и за счет этого попадать в каких-то моментах стало тяжелее. Но попробуем сближаться с оппонентом и уже расстреливать. И надеяться на то, что сможем дать хорошие цифры. Ну, по крайней мере постараемся их дать. Запикало, к слову, на чернушку. Это очень неплохо. Это очень неплохо. Хорошая карта для реализации такой комбины. Ну и главная цель, наверное, сейчас наша будет не захват вражеских точек и не контроль их, а больше пуш респа. Я думаю, что именно от респов мы будем сейчас отыгрывать. И постараемся накидать как можно больше киллов. Одна минута у нас уже прошла. Так, Рисас заморозка какая-то против есть. Но вот видите, на такой даже средней дистанции уже шары летят очень-очень вяло. Очень вяло и довольно тяжело уже контролировать оппонента и считать, куда будут улетать эти шарики. Мне этот момент, ну, очень сильно сразу же, сразу же чувствуется. Не знаю, как тем ребятам, которые особо много и часто не играют на Твинсе. Может быть, вам так это не сильно заметно. Но мне, когда на средней дистанции у тебя летит все мимо, это видно. Прямо реально видно, конкретно. И я не знаю, честно, да, то есть, насколько это актуально. Но на больших картах, ну, даже на средних картах уже тяжеловато. То есть, я понимаю, что там на том же, например, сандале, на песке будет попроще. Будет попроще. Но где у тебя есть дистанция, хоть какая-то такая средняя или даже выше среднего, то уже контролировать оппонента в разы-разы тяжелее. Так, Пикачу Хумба какой-то тут жесткий врывается. Ну, в упоре, да, в упоре все как бы по дефолту, по стандарту. Все так же само ты рубишь типов и без проблем можешь их сливать. Ну, Гаусс, видите, с расстояния меня уже контролирует. Но! Сегодня я взял Паладина. Паладина. И, по сути, в каких-то моментах, возможно, он мне подсейвит мою жизнь. Вот сейчас, например, подъедем к этим типам. Я сейчас прожму овер и посмотрим, как это будет работать. Смогу ли я здесь... Ооо, за счет пробития. Ой-ой-ой-ой, хорошо, хорошо, хорошо. Урончик, урончик, урончик. Давай, давай, давай. Еще добавки, 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 добавки. Вот этого типа быстро забрали. Ну и плюс Паладин здесь будет мне хп-шечку сейвить. В этом плане хороший, бустецкий. Но так, конечно, я уже чувствую, что... Ну, не то. Че-то не то. Че-то не то. Че-то вот есть не то. И если раньше Твинс прям по сравнению с Вулканом был где-то на равных, а может даже где-то и лучше, то сейчас Вулкан и Тяжелый Твинс... Ну, явно Вулкан будет поинтереснее. Явно будет поинтереснее. Есть у него некие преимущества и в расстоянии, и в том, что ты стабильно будешь наносить урон. Здесь с Твинсом уже ситуация обстоит немножечко по-другому. Но было бы неплохо, если бы на вторую катку нас закинуло бы на какую-нибудь маленькую карту. Ну, по типу... Я бы не сказал, что Чернушка это большая карта, она тоже довольно маленькая. Но, 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 если закинет на условный сандальчик, то будет он прям вообще супер. Прям вообще бомба. Я вот думаю, что мы сыграем вторую катку в режиме Рэгби. В Рэгби на паладин от Винси, я думаю, что может что-то интересное у нас получиться. Так-то да, урон хороший. Он большой, но... Попасть, попасть по оппоненту на средней дистанции стало очень тяжело. Ну, прямо очень тяжело. А так, да. А так урон такой же жесткий. Ну, и целых три резиста даже надели от меня в этой каточке. Многовато. Многовато будет для такого боя. Мы улетаем очень жестко. У нас команда не тянет, к сожалению. Но... Если я думал, что мы будем контролировать Рэгби, давайте постараемся тогда по точкам поездить. Может быть, у нас получится здесь как-то хоть побороться с оппонентом. Всегда хотелось бы чуть больше на победку сыграть. Нежели просто покататься, проиграть бой и потом винить во всем свою команду и говорить, что команда не потянула. Но если ты сам не делаешь максимум, то ты можешь сделать, то, наверное, не стоит так сильно винить своих тиммейтов, правильно? Поэтому давайте попробуем тоже по точкам погонять. Есть у меня овердрайв. Не знаю, есть ли смысл его здесь прожать. Давайте попробуем. Нормально вроде как ухиливает меня. Так. Крусейдер убегает сразу. Вулкана заберем давайте. Заберем вулканчика. Заберем. Емало-то не заберем. Сразу, видите, сразу типы уходят под сейв. И все. И все. Я ничего не могу сделать. Вот тип ушел, засейвился. И все. Я как без рук. То есть на этом твинсе я его никак не догоню, не солью. Ничего не смогу сделать. Ну просто ничего не смогу сделать. Просто чуть-чуть дал дистанции. И уже может там чуть-чуть стрейфа давать. И все. И я уже не смогу никак реализовать свою комбину. Ой, чел пишет, что он меня нагнул. Соответственно, видоса не будет. Ну, он ошибается. Он ошибается очень сильно. Ну и у типа 14 киллов. Боже, друг ты мой хороший. Ты бы играл бы хотя бы нормально. А то как в чат выписывать, так все такие у нас жесткие типы. Хоть бы киллов бы давал бы нормально. Что-то было бы хоть польза какая-то от тебя, от твоей команде. Так, ну у нас еще 7 минут. Точки все противник вроде как контролируют. Есть маленький всего лишь шанс на то, чтобы мы сейчас что-то здесь отобрали. Давайте попробуем хотя бы это сделать. Переты по 600. Это бомбически. Молот овердрайв свой очень грамотно реализовал. Здесь еще Вика Тесла. Ну и меня уносят. 455 очков, 22 килла за полбоя. За 7 минуточку. Ну не сказать, что много, не сказать, что круто. Но, ну что-то такое, что-то такое. Да, то есть киллы можно делать. Можно, можно, можно. Но чувствуется, что вот что-то не так. Что-то не так. Вот где-то уже средняя дистанция не такая хорошая. Да, вот кажется, 10%, да, занерфили. 10%, но это же фигня. Да, вот как, например, я на стрим зашел, я сказал, блин, походу жестко занерфили тяжелого плазмомета. А мне говорят, да нет, что там жесткого. Это же 10%, там ничего такого серьезного, чуть-чуть поменялось. Но, это твинс, и здесь вот этот, вот этот вот ваш выстрел, и сама дальность и быстрота полета этих твинсинок, она очень сильно решает. Очень сильно решает. И даже вот, как оказывается, даже вот эти вот 10%, 10 жалких процентов, они очень сильно чувствуются. Запикало меня на перекресток, в котором мы уже ведем 4-1. Я удивлен, если честно, что меня запикало в катку, в которой мы выигрываем. Но, противник, походу, собирается камбэкать. Поэтому, может быть, сейчас что-то интересное у нас получится в этом бою. Постараемся выиграть. И если быстро тоже у нас катка закончится, то я думаю, что мы сыграем еще одну. Вопрос лишь только в каком режиме. Ну, наверное, надо обратно в цепешку вернуться. Раз меня там унесли бесшансово. Значит, надо попробовать будет еще одну цепешку. Вообще, с паладином, что твинс, что вулкан смотрится очень интересно сейчас. Мне, конечно, как-то с вулканом чуть-чуть не так комфортно, как, например, на Крусейдере. Но сам корпус, он очень круто подходит под эти комбинации. Ну, и плюс летающий корпус, ховертанк под вот такие сочетания, как вулкан, как твинс с тяжелым плазмометом. Он очень круто и динамично смотрится. Я не знаю, как это работает и почему именно вот ховертанки так сильно актуальны. Но так у нас уже сложилось. Так у нас уже сложилось, что ховертанки с этими двумя пушками показывают максимально крутой результат. Вроде как наш тиммейт сейчас доставит пятый. Нет, нет, его пока что отрабатывают. Но я и сказал бы, что и Крусейдер тоже бомбический. Да, то есть, да, Паладин сейчас смотрится круто за счет того, что у него оверка долго работает. Но Крусейдер тоже очень хороший, очень хороший корпус. И в тот самый момент, когда Паладина у нас занерфят, я думаю, что вернется старая добрая мета Крусейдеров. И все опять пересядят на эти замечательные корпуса. Так, было бы неплохо сейчас бы ставить. Прожимаю овердрайв, чтобы тиммейта подсейвить. Можно было, конечно, нежать и поражать только тогда, когда мой тиммейт сольется. Потому что его, скорее всего, бы уничтожили. Но, ладно, сыграем. Сыграем на команду. Сыграем на команду, а не на самого себя. И дадим возможность тиммейту тоже доставить. Ну вот, средняя дистанция и все. Мои твинсинки даже не долетают. А до этого обновления у меня есть подозрение, что это работало. Это работало. И можно было на такой дистанции легко попадать. Сейчас, видите, даже контролить очень тяжко этот твинс. Такое ощущение, как будто я на стабилизированной тоже плазме играю. И что-то как-то неприятно. Неприятно, некомфортно. Но у нас 5-2. Давайте постараемся все-таки быстро закончить эту каточку. Ведь я здесь особо, если честно, оппонента такого серьезного не вижу. Можем быстро закончить, перейти к следующему бою. Тиммейт зачем-то накидывает мяч вперед. Сейчас посмотрим, сработает ли это. А, нет, нормально. Я думаю, это вовред сработает. Не получится доставить. Но, благо, здесь мы быстро доставили. Нужно очень сильно прижиматься к оппоненту. Играть вот в такой близкий геймплей. И у меня есть ощущение просто, что твинса сделали таким, какой он был где-то год назад. То есть, у нас был там один период времени, когда тяжелого плазмомета апнули. Сейчас, после этого нерфа, я бы сказал, что вот он вернулся в ту мету, которая была где-то год назад. И, ну, с одной стороны, это, конечно, не очень круто, да. Но для тех ребят, которые привыкли играть на твинсе и любители пушек, которые постоянно наносят дамаг, да, с этим бустером можно все так же эффективно работать, все так же эффективно набирать свои очки. Просто, если уж начинать сравнивать, тогда, да, тогда, ну, такое, да. Не очень жестко, не очень круто. По сравнению, например, с тем же Вулканом. А если не сравнивать, а просто играть и делать максимум на этом вооружении, то можно все так же занимать первые места и все так же быть эффективным. Ну, только теперь, например, играть не с Крусейдером, хотя Крусейдер тоже крутой, но паладин чуть-чуть пожестче, чуть пожестче. И вот, например, там в том же регби можно хорошо давать урончику. Ну, либо, например, если от вас резисты на какой-нибудь пушке, например, вы там играете на Вулкане, да, с паладином, от вас взяли большое количество резистов, то вы в этот тайминг можете взять, поменяться на Твинса и сыграть на нем. Да, то есть здесь вы тоже можете чуть-чуть загэмблить. Хорошую катку закидывает, к слову. Мне закинуло на плато, это тоже опять начатый бой. Но та самая карта, на которой может получиться что-то интересное, что-то очень даже интересное. 25 на 3 мы ведем. Хотелось бы мне, чтобы сейчас противник чуть-чуть побольше посопротивлялся, у них были какие-то шансы хотя бы на отборе точек, потому что пока что у нас какие-то очень сухие катки, то в сторону противника, то в нашу пользу. И как-то это все смотрится, ну, не совсем круто, да, то есть то, что катки вообще однокалиточные получаются. Надеюсь, что здесь хотя бы чуть-чуть сейчас противничек посопротивляется. У нас уже 70 очков быстро, очки здесь поднимаются. И стараемся, стараемся, стараемся. Ну, наверное, давайте поддавим рез, чуть побольше покидаем, без такого жесткого акцента на точке. Хотя наши тиммейты и так тут все вполне хорошо контролируют. Давайте постараемся поуносить. Мне бы вообще занять ту позицию, на которой сейчас Вика Рельса стоит, и от нее уже поиграть. В поре Гаусс. Хорошо уносим. И вот здесь вот, да, вот здесь вот сыграть будет вообще супер. И вот видите, еще одна проблема. То есть вы стараетесь сближаться с оппонентом, дабы наносить стабильный максимальный урон, но если противник грамотный и начинает уже прижиматься к вам, вы начинаете наносить урон по себе. То есть у вас уже сам урон открывается, и вы можете там и сами себя слить, и потерять кучу хп-шки, и по итогу не реализовать свою комбину. То есть за счет этого, ну как уже в целом реализация самого вооружения становится на совсем другом уровне. Да, и те ребята, которые чуть более прошаренные, они будут этим пользоваться. Они будут сближаться, они будут усложнять вам вашу игру. И понятное дело, что с такими моментами уже вы не сможете так четко и грамотно реализовать этого тринца. Ну, конечно, процент игроков, которые это понимают, очень маленький в матчмейкинге. Я бы сказал, наверное, процентов 5-10. Поэтому, может быть, это не так серьезно, но все же, но все же. Тоже это будет чувствоваться. 170 очков у меня. Давайте хоть овердрайв даю Заю, но у нас опять досрочка, я так вижу. Нулевой урон меня очень сильно подбешивает. Я даже думаю, наверное, надо какой-то видос с этим нулевым уроном записать. Что-то мне в последнее время этот нулевой урон начал уж больно сильно кошмарить. При том, что он еще такой долгий. Победа! Придется сыграть еще одну каточку. Сыграли две в ЦП, ну, значит, я думаю, что надо сыграть еще одну в Рэгви. Три боя. Три боя и все турбошные. Просто жестко турбошные. Вроде как сейчас будет новый начатый бой. Главное, чтобы нездоровая карта была. Ой-ой-ой-ой. Дюссельдорф. Дюссельдорф. Ну, ладно. Окей. Окей. И у нас сразу первая доставка от тиммейт. Моя задача простая. Я бы даже сказал, очень простая. Сейчас, конечно, я попробую доставить, потому что есть овердрайв, и я возле меча. Но дальше поедем просто на респы, и будем стараться давать килы, и давать их как можно, как можно больше. Ну, вот так вот делать некрасиво, если честно. Ну, ладно. Хорошо. Окей. Хорошо. Ставь яйца. Тогда я пошел сразу ловить свои килы. Так, где килы? Вот тут вижу, что мой кильчик один присутствует с 50% резистом, правда, но ничего страшного. Вот так вот, видите, мой тиммейт забрал у меня мяч, и по итогу сам не доставил. Зачем забирал, скажи мне, пожалуйста, друг? Зачем ты его забирал, если ты его даже доставить не можешь? Зато забрал, зато жесткий тип. Забрал, заработал, да? А доставить не доставил. Так, ну, теперь начинаем давать килы. На ближней дистанции. 5 килов дал. Быстренько. Если где-нибудь там еще чуть подсейвится, то может еще больше. Может залететь. Ладно, давайте поедем опять через мяч. Раз я уже на респ ушел, может попробуем доставить. Из овердрайва паладина, конечно, это будет сложно сделать. Ой-ой-ой, накидочка, накидочка, накидочка. Хорошо. Добавка. Добавочка. Так, чуть боковушечку даем. Чуть-чуть. Ой-ой-ой, ужас. Сам себя слил. Сам себя унес. Ну ладно. Наш тиммейт везут. Тогда я пошел сейчас через справа. Через справа быстренько проеду на респ. И постараюсь чуть-чуть их покошмарить. Здесь, по сути, на всей линии противник респится. Я думаю, что можно будет хорошо здесь кого-то зацепить. Но в очередной раз, да, что я могу сказать. Если раньше можно было очень легко стоять и респ контролировать, то сейчас, если игроки более такие понимающие, они вас будут быстро очень сливать. То есть, они понимают, что они на бессмертии 6 секунд. У них по ним нулевой урон. И они за эти 6 секунд стараются вам очень-очень много дамагов кинуть. И все. Да, то есть, поэтому сейчас даже сам респ поконтролить-то очень тяжело. Да, это можно сделать, но тебе надо где-то чуть отъехать, чуть-чуть заныкаться, подождать, пока этот нулевой урон пропадет. И потом только уже начинать накидывать плотные тычечки по оппоненту. Поэтому даже вот условный контроль респа в моем исполнении, он уже, ну, не может быть тем, который был раньше. Например, когда мы играли там на Вика-Жигах, на Вика-Фризах и жестко кошмарили противника. Сейчас ты уже так не покошмаришь. Ну, это понятное дело, что для меня это не очень крутая новость и информация в целом. Так, прошло у нас 3,5 минуты, у меня 14 килов. Хороший результат, я вам могу сказать. И я вот думал, сейчас на респах будет много стоять АФК-шников, и мы сможем этих АФК-шников поконтролировать. Как я вижу, АФК-шников особо на респах нету. Ну, вот сейчас один только появился. Оп, хорошо, 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 начинаем. Тушить, 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 тушить. Так, это тиммейт. А, ясно, меня Изида быстро схавала. Не реализовал, получается, не реализовал. 15 килов у меня. Давайте я не буду особо обращать внимание на мячи. Поиграю в ТДМ-ку. Вроде как мы ведем 3-0. Тиммейты там потихоньку что-то тянут. Поэтому я могу себе позволить поиграть немножко в ТДМ-очку. Респить оппонента. И если вдруг начнем там проигрывать или начнут противники доставлять, то ладно. Пойдем, подоставляем. А так лучше почистим доставку, почистим зоны. И упростим жизнь своим тиммейтам. Единственная, наверное, проблема в том, что мне нужно очень долго ехать до вражеского респа. То есть я теряю большое количество времени, чтобы просто до него доехать. И по итогу делаю там, ну, кило 3-4 и все, и ухожу на респ. То есть это тоже не есть хорошо. Так, Титан, пожалуй, купол. Давайте его объедем. То есть он там стоит, накидывает по кому-то урон. Наши уже тиммейты 4-й поставили. У Викинга есть овердрайв. Давайте попробуем его быстро сбрить. Ну да, на ближней дистанции, когда ты можешь сблизиться с противником, и он тебя не контролит. Твинс все так же эффективно, все так же круто себя показывает. Так, давайте по вот этому васпу покидаем. Убегает. Не успею его добить. У него довольно мало хп, если честно, осталось. Опа, и Викорик уже взял резист. Офигеть. Только что этот чел был без резиста, уже взял, переоделся, уже рез одел. Жесткий тип. Жесткий. Так, стараемся понакидывать сюда. ДАшка появляется. Мамонта и Зида врезалась и не может развернуться. На руле тяжело повернуться, согласен. Так, ну и Хорифриз нас сдувает. 22 килла за 6 минут. Для Дюссельдорфа я думаю, что это очень хороший результат. Если бы это была какая-нибудь маленькая карта, то я бы сказал бы, что это так себе. Но для Дюссека это неплохо. Неплохо. Очень неплохо. Так, давайте Хоппера попробуем забрать. Урон по 600-ке с крита, это, конечно, очень жестко. Это прям очень плотно. И очень эффективно и хорошечно. Но. 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 Не всегда получается так хорошо все сделать. 25 киллов. Я под котлетой. Лечу потихоньку. Под котлеточкой. Но нет, меня все равно уносят. Здесь, конечно, тяжеловато. Есть овердрайв на центре. Вот если бы я его забрал бы. Ой-ой-ой-ой. Давай-давай-давай-давай. Хорифриз не заберет? Или заберет? Не, он понимает тоже, что ему овердрайв надо. Чел тоже шарит. Красавчик. Красавчик шарит. Дальше можно овердрайв забрать. И тоже реализовать его. И опять, в очередной раз я... Видите, ну даже там чуть дистанция была у меня с Викориком. И все равно я себя слил. Все равно я сомничтожился. Ну, такое. Такой-си-такой-си. 25 киллов. Пробуем. Давайте через право тут разыграть. Два противника уже возле дома. Три. И даже противника Хорифриз прожмет. Да, прожмет. Но быстро ушел нарез. Наш тиммейт вроде как тут по дальней траектории что-то пытается. Но его уже походу накрыли, да? Да, накрыли. Одного забрали, кто накрывает. Второго забрали. Третьего забрали. Может сейчас потихо и что-то и получится. А, нет. Хорифриз мне говорит, добрый вечер. Ничего не получится. 29 киллов. Шикарно. Если здесь, например, до 1000 долететь на дюсике, то можно... Может даже какие-нибудь 4 кассика забрать. Если здесь до 1000 дотянуть на киллах. Но надо доставки еще какие-то поделать. На одних киллах я до 1000, мне кажется, что не дотяну. О, овердрайв. Даш, спасибо, братик. Спасибо. Давай. Где у нас мяч? Хорошо. Ой-ой-ой. Овердрайв это жестко. Давайте такую траекторию даем. Овердрайв прожимаем. Что это за хоппер? Что за хоппер? Не совсем я понимаю, что у него за устройство. Ой-ой-ой. 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 Ай-е-е-е. Ладно, может тиммейт доставит. Если тиммейт доставит, то будет супер. Доставит? Не, его тоже слили. В этом до доставки чуть-чуть. Кто-нибудь да мог бы и доставить. Тяжеловато. Даются сейчас доставочки уже. Чаще всего просто доезжаю, когда у меня уже нет аптеки. Даже если есть овер, то аптеки нету. Аптека бы могла бы поцелить. Тайминг. Очень неплохо. Но аптеки нету. Так, зарубим. Нет, даже не успел слить. Я дофига грома. Можно было аптеку прожать. Ну там. Максы бы она тысячу мне бы дала бы. Я бы еще один выстрел бы выдержал. Да и все. В такой ситуации лучше уже треспится заново. Так, где у нас? Где у нас? Оп. Хорошо. Хоппер. Ой-ой-ой. Это опасно. Это опасно-опасно. Тише-тише-тише, друзья мои хорошие. Препрощайте. Так сильно обрываться. Была бы у нас изида какая-нибудь, которая бы мне бы хпшечку поддала бы. Ох. О, а вот изида сзади. Она, походу, с вампиризмом, мне так кажется. Наверное, с вампиризмом. С вампиризмом. 34 килома. 5 минут до конца. За 10 минут 34 килома для такой карты. Наверное, это хороший результат. Наверное, хороший. Для Дуссельдорпа. Вообще печально, когда кидают на такие здоровые карты. Мне не нравится. Очень большое количество вооружений тяжело реализовать на таких картах. Что шоссе, что берлины. Что дюсики. Игра совсем другая. Совсем другая. Так, ну, у нас 5-0. Не повод жаловаться, когда ты 5-0 ведешь на Дуссельдорфе. Здесь бывает и один мяч за катку привозится только. А у нас пятерка целая. Идиду сольем. Сольем, сольем. Даже с вампиризмом сольем, я думаю. Нет. Едь. Вампиризма Викезида выжила. Поротив паладина. Тевенца. Это-то прикол. О, еще и могут доставить. Не-не-не. Стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой. Друг-друг-друг-друг. Стой-стой-стой. Друг-друг-друг-друг-друг. Стой. Офигеть. Доставил. Даже мамонт на точке не помог. Ну, ладно. Хорошо. 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 Хорошо-хорошо-хорошо. 5-1 у нас. Падает мяч справа. У меня 97% овердрайва. Если на подборе буду целый с аптекой, то будет хороший шанс на доставку. Будет хороший шанс на доставку. Динь-симейт уже слился. Ой, сколько противников. Е-е-е-е. Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Че ты меня быстро слилит? Я даже и пожить-то не успел. Я только думал, что сейчас всех начну сливать И все, габела Габела, унесли Так, вот этот коктейльчик Давай Давай, коктейльчик, полетели Если что, я на саппорте Сейчас еще свою котлету Воткну, 93% У меня уже есть Как раз, может быть, перед доставочкой Овердрайв появится Давай, давай, давай Давай, 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 давай Ай, только появился На повороте И ракета залетела Обидная, там у дикострайкера, конечно, еще был овер Было бы очень тяжко Ну ладно, давайте попробуем Есть все шансы, есть все шансы на доставку Как минимум еще одного Поэтому Газуем, газуем, потихоньку на своей кукурузке Оп Кукурузим, кукурузим, кукурузим Оп, давайте еще этого за кукурузим Хорошо Ладно, уже мой овер Уже овер такой, чтобы просто чуть Чуть проехать Чуть проехать подальше Давай, 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 давай Забираем, забираем, забираем Хорошо, еще одного забрали А, этот Изида с вампиризмом, конечно Ну не знаю, как тут, есть шанс доставить или нету Наверное, очень маленький Не, у меня уже все Овер пропал Изида с вампиризмом пытается мне подлегать Мог, конечно, ехать за мной Что-то его там с кукурузило тоже немножко Две минуты Две минуты, у меня 830 очков Если бы доставку я сделал бы, точно бы Тыщенка была А вот сейчас Без доставки Без доставки будет тяжко Без доставки будет тяжко Ой, еще иди, да, овер прожимает Я понял Я понял, понял, понял Но 5-1 тоже нормально Тоже нормально для такого боя Тоже хорошо Давай, 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 давай Оп Еще одного типа Еще одного вот этого типа Ой, как они убегают, жесть Очень тяжко контролировать Очень тяжко Так, ну сейчас шанс у нас на доставочку есть отличный А, типа вообще не контролирует Ясно Он кидает меня урон вместо того, чтобы кинуть По тому, кто везет мяч Так, ну и еще забрал 910 910 Успею ли я доехать до вражеского респа И еще дать пару-тройку киллов Но, наверное, успею Наверное, успею Можно, конечно, через мяч сыграть Там, может, противник будет на мяче Да, о, хорошо Очень шикарно До респа вражеского не надо Хорошо, хорошо Давай, 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 да Закошмарим типов Закошмарим О, еще килл Еще по хп мне кто не дал Был вообще супер Хп, 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 хп Овердрайв Даст мне хп Может, до 1000 доплыву До 1000, до 1000 Давай, до 1000, до 1000, до 1000 Давай, 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 давай Давай А, время, время, время Не успел Сколько? Может, еще есть 975 5000 кри 5000 десятку бы я забрал бы с этой катки Ох Жестко Жестко Что я могу сказать? Жестко Жестко, 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 жестко Ну что, мой вердикт По Твинсу С тяжелым плазмометом Нерв Есть Нерв Чувствуется Средняя дистанция Теперь Твинсом Можно так сказать Не контролируется Ну и если контролируется То контролируется Очень и очень Тяжело На ближней дистанции Твинс все так же хорош Все так же Нагибает Но Теперь Его реализовать Стало Сложнее Играть вам На нем Или нет Это Целиком и полностью Ваш выбор Но Вот вам Одна из возможностей Реализации Это Паладина Твинс Тяжелый плазмомет Вы так же можете взять И на нем Понаваливать Но Если у вас есть вулкан Я бы все же взял бы Вулканчик На нем попроще Ну и Он не занерфлен На нем можно нормально Дать Контенту Поддерживайте видос лайком Подписывайтесь Друзья на канал Если еще вдруг Не подписан Нажимайте на колокольчик Дабы не пропускать Новые видосы Ну и в комментариях Конечно же К видосу Напишите Что вы думаете По поводу Твинса С тяжелым плазмометом Если на нем Играли после Обновления Ну и Возможно У вас есть какие-то Интересные комбинации Которые вы бы хотели Увидеть В будущем У меня на этом все Всем спасибо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok